ДОЖДЯ! ДОЖДЯ! Привет, друзья! Наконец-то мы дождались погоды, точнее, непогоды. Летный сезон подходит к завершению, поэтому появилось свободное время. И сейчас мы проведем, возможно, проведем пару экспериментов, пару тестов на дальность в городских условиях. Предыдущий тест, который мы проводили на Горном Алтае, вы уже видели. Аутель EVO 2 PRO пролетел у нас 7300 метров. Ссылка на ролик в подсказке. Сейчас мы находимся практически в самом центре города Миллионника. Многие уже догадались, в каком городе будет проходить тестирование. Я думаю, без труда это можно определить по данной архитектуре. Но кто не догадался, в конце ролика я обязательно выложу подсказку, которая не оставит у вас никаких сомнений. И вы сами сможете ответить на этот вопрос. Первый тест я планирую провести так же. Летим на максимальную дальность над городом. И смотрим, если садится батарея, то аппарат возвращается. Либо теряется связь FPV. И мы возвращаем его самостоятельно. А второй тест мы проведем в очень интересном месте, в котором мне уже довелось полетать на другом дроне. И об этом месте я расскажу чуть позже. Но обо всем по порядку. Погнали! Да, вы без труда сможете понять, что может помешать нашему тестированию сегодняшним ранним утром. Ну вот, после полетов в тумане можно посмотреть. У нас все ноги в капельках. Винты в легком ине были, когда приземлился. Но поскольку на улице относительно тепло, то в принципе ничего критического не случилось. К сожалению, туман сгущается все сильнее и сильнее. Поэтому на этом месте мы появимся снова. Но, судя по всему, уже в другой день. Ну вот, наконец-то удалось подобрать погоду. Далеко не самую лучшую для осуществления тестов дальности. Потому что поддувает достаточно бодрый ветерочек. Но зима не за горами, а там и белые ходоки должны будут подойти. Поэтому летим сегодня. Но зато без дождя, без тумана, с отличной видимостью. На следующей неделе обещают уже отрицательные температуры. Холодает прямо на глазах. Руки замерзают уже. Дрон поднимем на соточку. Надеюсь, не зальет, но с дождем. И вот направление на Николаевскую стопку. Погнали! Погодные условия совершенно не идеальные. Летим против ветра со скоростью 23 км в час. Первую тысячу уже преодолели. В принципе, пока сложности у нас никаких. Вот видеосигналы с ВК уже начинает поругиваться системы. Очень сильно отрицательные. Ух ты! Согнал из ВК. Ох ты! Продолжен полет. Случайно отвернулся от направления дрона. И сигнал был сразу потерян. И дрон... Вот это нафиг отклонить. 3 км мы преодолели отрезок в 3 км. Очень медленно летится вперед. Скорость дрона уменьшилась до 17 км в час. До 18 км. То есть встречный ветер очень сильный. Максим, я сейчас занят. Перезвони позже. О, кстати, интересное получилось тестирование. При входящем звонке программа потеряла связь. И после этого восстановилась. А дрон не потерял управление с пультом. Видеолинк, сигнал и СОИК. Аджестцы антенны, энгелён за ремонт контролем. Заряд батареи составляет 55%. Всё, потеря. Сигнал и СОИК. Аджестцы антенны, энгелён за ремонт контролем. Потеря связи. Что-то опять вроде связь появилась. Я думаю, на этом можно остановить сегодняшний тест с дальности. Ого. Ну, связь уже теряется конкретно. Очень холодно. Очень холодно. Связь теряется. Пятёрку мы преодолели. Если есть прямая видимость, даже в городских условиях можно летать далеко. Но в городских условиях лететь на такое расстояние особого смысла нет. Ну, пока дрон возвращается. Я надеюсь, что сейчас никаких эксцессов у нас не возникнет. Ещё два теста в городских условиях. В данной ситуации можно сказать, что мы немножко прочитерили, запуская дрон с возвышенности, которая преобладает над основной городской застройкой. И поэтому у нас была прямая видимость практически на всём промежутке полёта. Если бы прямой видимости не было, результаты были бы совершенно другими. И какие они будут, мы узнаем в двух следующих тестах. Для себя запомните, если вы летаете на большие расстояния, запускайте дрон против ветра. В лучшем случае с боковым, но лучше против ветра. И тогда он гарантированно вернётся в точку старта. Немножко не попал. С прибытием! Красавчик! Ждём следующих двух. Заряд батареи составил 17% остаточный. До новых встреч!